здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала а сегодня я хочу приготовить запеканку с брокколи нам понадобится сама брокколи перец болгарский лучок помидоры я люблю чеснок поэтому я его положу вы если не хотите можете не добавлять также нам понадобятся сливки соль 3 яйца любимая посыпка вы можете добавить кубик нор а может быть у вас есть какие-то тоже овощные посыпочки фарш конечно же и сыр а это нам понадобится форма для запекания и так начнем обжаривать лучок мы будем на нашем масле чертополоха вы можете обжаривать на любом болгарский перчик мы порезали добавили сюда обжаренный лучок и сейчас будем заливать брокколи кипяточком вот брокколи у нас уже залит кипяточком пусть стоит и немножечко становится мягче сюда же мы добавили резанные помидорчики многие делают эту запеканку без них но я люблю чтобы она была сочная и поэтому я добавляю а вы можете не добавлять по вашему вкусу за помидорками у нас пошел чесночок брокколи мы слили она у нас еще парит но будем дальше ее добавлять ко всем ингредиентам мы добавили сюда брокколи всю эту массу перемешали и смотрите какая получилась у нас красивая красивая весенняя масса теперь будем укладывать это все слоями в нашу формочку пошел первый слой из фарша затем мы будем на накладывать вот эту нашу красивую смесь смотрите друзья как это все выглядит красиво и аппетитно в нашей формочки очень красивая овощная нарезка яркая и думаю что будет очень вкусная я тоже знаю что это запеканочка очень вкусная и надеюсь что вам она тоже очень понравится вот второй слой фарша у нас уже здесь и мы сейчас будем выкладывать остальные красивые наши ингредиенты и вот друзья это у нас последний слой нашей запеканочки сверху мы ее закроем фольгой и отправим в духовку запекаться а посмотрите как она выглядит сбоку смотрите какая нарядная красивая вкусная будет очень друзья а это наша заливочка из яиц и сливок сюда я добавила немножко перца немножко моей приправки все это хорошенечко взбила венчиком и сейчас я все это вылью в нашу запеканочку чтобы она была сочная пропиталась всеми этими ингредиентами было очень вкусная вот наша запеканочка пробыла всего 10 минут духовочки и мы ее теперь залили вот этой заливкой накроем и будем запекать дальше друзья процесс приготовления подходит к концу вот я засыпала запеканочку сверху сыром и оставлю ее в духовке еще на 10 минут чтобы сыр немножечко расплавился я его посыпала моцареллой вы можете любым тертым сыром какой вам больше нравится и вот наша запеканочка готова смотрите как она подрумянилась сырок расплавился вкусная и аппетитная взгляните друзья какая она сочная у нее есть подливочка смотрите супер и красивая и яркая и вкусная пожалуйста приготовьте такую запеканочку по моему рецепту оставайтесь с нами подписывайтесь ставьте лайки и увидите много вкусного интересного послушайте стихи и многое многое другое